Но я только меня смутил такой момент, что у меня в телефоне, конечно, тоже плохое качество, но оно лучше, чем вот когда я на гугл диске открываю, там что-то совсем прям в квадратиках аж. У вас тоже так открывается или нет? Нет, нет, там нормально, если его скачать, я думаю, там будет совсем всё. А, да, это просто на гугл диске, оно не загружилось. Так вот, мы сегодня собрались по, так сказать, у нас прям такое праздничное событие. Хорошо, что не вживу, а то я чуть-чуть простудилась, заболела, поэтому лучше так, чем вообще никак. Вот, мы, так сказать, хотим празднично завершить наш марафон. Вот, и, Галин, я вас, раз вы здесь, вообще я всех участников поздравляю, но вас в первую очередь, так сказать, поздравляю с вашим результатом. Единственное, я не очень поняла, сколько у вас получилось по задержке дыхания, потому что я посмотрела, там что-то час, ой, не задержка, а полный вдох-выдох. Сейчас, почему час? Сейчас скажу, потому что там 58 с чем-то. Ну, секунд, секунд. А, секунд 58, всё. Да, я просто так написала, засекала. Да, 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 я поняла, что это, ну, как бы второе. Ну, честно говоря, вот, хотел сказать, что вот я когда в прошлый раз просто засекала, у меня почему-то, вот я пробовала много-много раз, он прямо у меня был короткий, и я даже не понимала, почему у других такой он длинный результат. Ну, я видела, да, другие то, что выкладывали. Ну, я прям много раз пробовала, у меня прям вот получалось в районе, там, 30 с чем-то, и всё, вот, ну, никак дальше. А сейчас вот прям вот это около там минуты, ну, вот тоже много раз я попробовала, вот теперь вот так и никак по-другому. Поэтому явно у вас, я насколько проанализировала параметры сегодня, с утра посмотрела. Получается, что у нас основные параметры, первые два пробы на задержках, они нужны для того, чтобы показать вашу устойчивость к накоплению углекислого газа. Вот, это получается задержка, и тогда, раз никак не повлияли те упражнения, с которыми мы работали, значит, задержка, на которой мы делали, была для нас нефункциональна, она была слишком короткая. Поэтому, чтобы у нас накапливался углекислый газ, и чтобы мы к нему, ну, как бы, как противостояли, да, чтобы как можно дольше удерживать задержку, нам нужно, видимо, яснее тренироваться. Потому что вторая проба, проба вот этого одного дыхания, она показывает, насколько у вас, мы же, женщины, дышим, особенно в нефункциональном состоянии, когда заблокирована какая-то часть пресса, когда у нас диафрагма нефункциональная, когда у нас в одной диафрагме работают, не вместе, не фаза, вот, у нас получается вот это вот дыхание, оно где-то залипает, либо на задержке, ой, либо на вдохе, либо на выдохе. И поэтому дыхание может быть по себе короткое, соответственно, либо мы дышим вот здесь вот, не полностью лёгкими, а у нас дыхание очень поверхностное, вот, и тогда сложно раздышать. Лёгкие, получается, там внутри такие скомканные, пожалуйста, дайте нам воздуха немножечко, вот. Воздух, соответственно, может недопоступать в конечности, потому что, чтобы сюда прийти, нужно очень-очень хорошо вдохнуть, нужно раскрыть грудную клетку, нужно, чтобы отработали мышцы межрёберные, нужно, чтобы полностью лёгкие наполнились. И сейчас можно говорить о том, что ваши показатели функциональные, вот эти вот начальные, которые у вас были, дыхательные, они улучшились. И теперь вы дышите, ну, там, большей частью грудной клетки, большей частью ваших лёгких, чем было в начале. Вот, и этого мы смогли достичь, улучшив мобильность, улучшив, в том числе, и нижний пресс. Видимо, мы ещё и зацепили диафрагму, и в том числе и тазовое дно с ними поработали, потому что, ну, на вакууме по-другому не получается. Вот, и потихонечку раздышали. Поэтому, с чем я нас, так сказать, и поздравляю, что для меня это такой первый опыт, потому что это первый поток марафона. И я, можно сказать, только училась общаться в этом марафоне с людьми. Каждый человек, он индивидуальный, ну, никогда не знаешь, какие вещи можно встретить в потоке. Ну, например, кто-то совсем ушёл, потому что вдруг обнаружил проблемы какие-то. Кто-то вообще, ну, там, например, сначала сделал, потом встретил какие-то боли посередине, и тоже как-то отваливается. Отваливается много людей, вот, ну, никак не много, если брать соус-соус, ну, то есть есть, которые да, есть, которые нет. Вот, поэтому нужно к себе тоже очень бережно относиться, если чувствуете какой-то дискомфорт, ни в коем случае не продолжать, не делать. Вот, дать себе, так сказать, паузу для того, чтобы урегулировать всё в теле. И это всё-таки тяжёлые практики, я думаю, вы на себя почувствовали, что не так сложно, ой, не так легко, и их надо, они из тех практик, которые действительно надо выполнять, и когда вы их делаете, вот, чувствуете уже результат. Потому что, когда я проверяла домашние задания, я увидела, что первые три дня ничего не менялось. Первые три дня обычно, вот, открывается неделя, первые три дня обычно плохо. Ну, как-то не встаёт на место, пока непонятно, какая практика, непонятно, что делать. И вот на четвёртый, пятый и дальше дни уже начинает тело понимать, что мы от него хотим. Оно входит в этот вот темп, и постепенно, постепенно. Единственное, что я хочу пожелать, как бы, всем участникам, чтобы наращивали темп, да. Пока темп медленный, ну, например, та же там Акмиссара Крия, пока её не научиться делать прям вот быстро, её будет сложно делать. Поэтому сейчас основная задача всех, если вы хотите продолжать, то постепенно наращивайте темп. Вот, если это на улицу, значит, быстрее немножко перебирать ручками, чтобы волна крутилась либо в одну, либо в другую сторону. Вот, вообще количество их же должно быть 108. 108 в одну сторону и 108 в другую сторону. Вот, ещё есть, кстати, ну, как бы, это то, к чему мы стремимся. Задержка дыхания, ой, не задержка дыхания, а если мы говорим про задержку дыхания, то очень хорошие показатели от 40 секунд. Вот, и, а вот полностью длина вдоха и выдоха должны быть по минуте, то есть минуту мы должны вдыхать, минуту мы должны выдыхать. И только тогда йоги говорят про хорошие функциональные лёгкие, и вот всю структуру. То есть две минуты в общем? Да. Вот, нужно растягивать. Я помню, на обучении у нас действительно наши преподаватели настолько долго вдыхали, вдыхали, что мы уже такие, что устало. Они продолжали. Вот, поэтому куда стремиться есть всегда, нету таких, мне кажется, что тело человека, оно настолько уникально, оно настолько приспосабливается, оно настолько может, и оно потом к этому привыкает, что это становится нашей частью уже жизни. Вот, и мы в этом нормально функционируем. И даже, кстати, если не отмечать, не делать себе никакие пометки, мы даже не обратим внимание, что что-то изменилось. И будем думать, что так и было. Поэтому отслеживать свою практику нужно. Нужно обязательно делать какие-то замеры, какие-то пробы. Потому что можно делать год и сказать, ну, я как был, бедный, несчастный, у меня ничего не получалось, так, и я остался. А когда делаешь пробу раз, минута плюс, и ты такой, ну да, всего-то, ну как бы, а минута, она всё равно. Мы понимаем тогда ценность минуты, потому что многие не понимают ценность минуты. Вот, в целом, ну, дошло не так много людей, насколько я помню, у нас два, вы и ещё Нина. Нина прошла, зашло в марафон пять человек, сразу один отвалилось, двое отвалилось по дороге, и вот два человека только дошло. Ну, для меня это достаточно хороший результат, потому что я не знала вообще, как быть. Я не рассчитывала, что кто-то дойдёт до конца. Вот, что было самое-самое сложное, вот, Галина, для вас? Ой, у меня было много чего сложного, мне кажется. Это такое самое-самое, что вот запомнилось, и вот прям так. Ну, самое-самое сложное для меня, конечно, был нижний пресс, который вообще я не могла, просто, я не понимала вообще, как его напрягать, потому что у меня было полное впечатление, что я его не чувствую просто вообще, мышцы вот нижнего пресса. И всё, что я пыталась делать, оно у меня всё делалось за счёт верхнего пресса, то есть верхний я напрягаю или расслабляю, выпячиваю там, или наоборот. А нижний просто я не могла понять, как это. Ну, вот, когда мы даже нижний напрягаем, что он как бы под низ вот так, да, напрягается, не ходит. Нет, ну, у меня прям было удивление, что теперь я понимаю, как это делать, ну, понимаю в плане чувств, ну, чувствую, как это делается, то есть, да, как он напрягается. Но, конечно, вот это было самым таким для меня вообще нереальным просто. Нет, ну, всё, как оказалось, достаточно реально, нужно просто немножко. Например, смотрите, мне было бы, показатели бы резко упали, и, например, это было бы невозможно, если бы у вас было кесливо. Потому что ткани физически перерезаются, ну, и зашиваются потом, и их взаимодействие между тканями резанными намного хуже, ну, как бы с ними больше приходится работать, чем с тканями целыми. Вот, поэтому обычно на практике в йога-терапии либо только гуру, ну, как бы могут достичь, ну, помочь таким людям, вот, либо приходится тратить прям годы. И не факт, что получится, потому что обычно получается там 10 только процентов из 100. Так что нам повезло, нам повезло, что мы смогли, нам повезло, что мы потратили, ну, как бы не так много времени, потому что из пяти недель практики, чистой практики получилось, ну, где-то 4, да, с учётом того, что одна неделя выпадает из-за периода. Вот, и я считаю, что для четырёх недель, четыре недели, это сколько, 28 дней, ну, получается, плюс-минус всё равно 21. Где-то чистой практике получается 3 недели, вот если так по-чесноку говорить. Потому что где-то кто-то плохо себя почувствовал, кто-то там куда-то не успел, вот, и даже за 21 день, ну, 21 день – это такой начальный этап выработки привычки, ну, как считается, да, 21 день хотя бы практически, уже очень-очень неплохо. Но есть всегда к чему стремиться. Даже я сейчас практикую дыхательные практики до сих пор, пытаюсь развивать и задержку, и вообще длину дыхания, вот, иногда вообще не заходит. У меня бывают такие дни, когда дышать невозможно, и у меня внутри вот так вот прям, я не могу. Я где-то слышала, что рекорд, вроде бы, как какой-то мужчина задерживает дыхание, что-то там на 7 минут, что ли, ну, такой рекорд, который прям в книге рекордов Гиннеса. Это, мне кажется, очень-очень. Ну, что-то вроде 7 минут. Да, наверное. Нет, это не просто к тому, что насколько может человек. Да, человек может. Человек может и ко многому очень приспособиться. Человек, я думаю, наше... Такое можно развить. Ну, да, но это у него, наверное, очень хорошо развита мускулатура дыхательная, ноги и все вот эти межреберные мышцы, вот. Поэтому мы просто сделали небольшой шаг к осмысленности, что для меня важнее всего, потому что, когда мы не знаем, что можно по-другому, мы и не стремимся ни к чему-то. Во-вторых, мы просто пощупали, потому что всяких дыхательных практик, их вот так вот, и дыхательных, и брюшных есть. Ну, мы, в отличие от йогов, например, в йоговских же этих, мы ничего не тыкали в нос и изо рта. Вот, мы никакие там нитки по себе не пускали, ничего никуда не запихивали, ничего никуда не засохали, мы попробовали так, чуть-чуть. Вот, ваша задача сейчас, во-первых, работать с корпусом, потому что я посмотрела видео, все равно руки уходят. Ой, у меня прямо, я сколько раз пробовала, все равно они куда-то туда уходят, и все. А постарайтесь, знаете что, может быть, для начала подойти к стене, и у стены это делать. То есть, вы подходите к стене, кладете прямо на нее ручки в диагонали, ну, вот, около себя, и там уже пытаетесь немножко у стены подвигаться просто для того, чтобы мозг понял, что руки не здесь фиксируются, не сзади, а впереди. Вот, либо можно еще, знаете, в некоторых классах есть вот этот балетный станок, он же тоже нужен для того, чтобы положить ручку, для того, чтобы она была перед, ну, как бы перед собой. То есть, на станок обычно не опираются, только если очень-очень сложно. Обычно просто кладут, и она чуть ли не на весу. Дальше. Можно положить еще, поставить стулья со спинками, потому что вот это вот, у вас, получается, вся спина перенапрягается, руки туда уходят, локти еще дополнительно натолкают вниз, и все сзади скукоживается, к центру сходится. Вот, и может через какое-то время болеть, тем более в том случае, если вы работаете с поднятием груди. А флаттеры болерон, они начинаются с точки, когда вы поднимаете грудную клетку наверх. И вот при вот этом вот всем зажатии, у нас получается какая-нибудь вот такая вот вещь, и это может привести потом к болезненным ощущениям. Поэтому в корпусе может быть просто стоять, может быть просто поставить себя и пошагать. Ну, то есть, делать какие-то такие небольшие, и грудной клеткой, может быть, даже не нужно так работать на таких амплитудах. Изначальное движение грудной клетки, оно маленькое, когда мы работаем вверх в диагональ. То есть, по сути, пытаемся ее себе вот сюда вот в подбородок. Ну, такой получается двойной подбородок. И там небольшой, вот он. А когда мы пытаемся специально в танце это делать, мы еще и дожимаем себя, чтобы казалось больше. Вот, и если вот это вот оставить и вот здесь вот поискать, ну, то есть, куда-то как-то. Кладем руки, переводим их перед собой, в диагональ разводим, смягчаем локти, стараемся их подкрутить наверх. Кисть спокойно оставляем. И вот здесь вот очень-очень аккуратно работаем. Руки должны быть видны, вы должны их чувствовать боковым, видеть боковым зрением. Вот, чуть-чуть-чуть-чуть легко, просто чтобы они не уходили. Вот, и постановка корпуса действительно важна. Она очень много делает, ну, как бы для нас в танце. Вот, поэтому сейчас тренировать скорость, тренировать корпус и непосредственно танец. Потому что танцуем и открываем в себе много новых возможностей, много новых идей, даже наблюдая за другими. Пробуйте повторять какие-то вещи, если вы просматриваете видео и вам нравится на ком-то какая-то там связка. Вот, попробовали повторить, сделали, нарабатываем свой лексикон. Это очень поможет вам в будущем. Потому что наша основная идея все-таки перейти к танцу и внедрять наши практики очень экологично в танец. Чтобы они нам не мешали, а чтобы они приходили в танец и вот там жили. Вот, я сказала все, что хотела. Сейчас, секундочку, вот просто в эту тему хотела сказать. У меня вообще просто, когда все, что связано вот с движением грудной клетки, мне кажется, что мне всегда тяжело это очень делать. И у меня часто плечи я стараюсь назад увести. У меня же искривление позвоночника грудного отдела. И я даже, когда, если к стене, допустим, ровно встану или лягу на ампул, я чувствую, у меня одна лопатка немножечко, чуть-чуть выпирает больше, чем другая. Потому что, если вот на рентгене, к примеру, посмотреть, у меня чуть-чуть вот так позвоночник, ну, именно в грудном отделе искривлен. И мне, когда вот это все манипуляции грудной клеткой, мне, как будто я не могу ее до конца, ну, выпрямить или поднять, ну, по ощущениям, да, кажется, да. И все время хочется как-то, ну, как распрямиться. Больше, больше. На самом деле, это внутреннее ощущение часто, ну, у нас же есть карта мозга. Карта мозга – это, по сути, как мозг воспринимает какие-то отдельные участки. И вот сколько туда импульса надо подать, сколько, как, в общем, вы от головы говорите каждому своему пальцу, что сделать. Мне все время кажется из-за этого, что я, ну, как, сутулюсь, да, ну, я сутулюсь, и есть такое. Вот. И мне, когда вот я, ну, встаю в позу, да, вот про что вы говорите, мне, когда, я вижу же, да, когда запись идет, и мне все время кажется, что я как будто сутулая. И мне хочется немножечко как будто выпрямиться, чтобы вот эту выпрямить, как часть вот эту, немножко вперед в грудную клетку подать. Иногда, иногда нужно думать… Может, это у меня автоматически как-то уходит назад, руки уходят. Иногда нужно думать не про ровность, а про вытянутость. Постарайтесь, смотрите, корпус в трайбе, он вообще очень неоднозначный, ну, как сначала кажется, потому что у нас нет ощущения ровности. Вот у нас оно какое-то такое смутное всегда представление. Иногда просто надо встать и ногами давить в пол, а макушкой тянуться вверх. И а плечи просто разводить в сторону. Вот. У вас здесь тогда появляются, напрягаются вот эта вот мышца грудная для поддержки грудной клетки. Сейчас. Вот. Я встаю и, ну, по сути, я не выгибаюсь, не разгибаюсь. Я, наоборот, стараюсь таз разгибать вниз, а грудной клеткой тянуться, ну, вперед. Я и особо, на самом деле, не тянусь. Я стараюсь оставлять вот этот вот квадрат, нижние ребра, тазобедренные суставы на одном месте, чтобы они мне никуда не уходили. Потому что если я уйду сюда, будет перекос в эту сторону. Уйду сюда, будет перекос в эту сторону. Уйду сюда, так или иначе таз отыграет, потому что он меня держит в цену. Ну да. И я буду тогда вот здесь. А мне нужно просто вот, просто встать. Это мой нормальный изгиб поясницы. Он обычный, он достаточно комфортный. Я сижу на мягких коленях, мне здесь удобно. И руки я вижу, они передо мной. И если это движение будет круглой клетки, вот оно небольшое. Вот здесь вот нужно скорее поработать. То есть взять себя, поставить, например, чтобы ровно было, комфортно. Видите, ну как бы я специально себя, то есть вот, ваша позиция, она тогда получилась. Да, да, да. Да я вижу это, когда на записи смотрят. Но это не за ощущение, это не говорит, это просто, можете даже сначала встать к стене, и вот от стены потом потихонечку отойти. Ну вот полностью. И тогда у вас будет правильное ощущение, потому что стена же ровная, стена не может вас обмануть. И для того, чтобы выставить себя, иногда нужно поймать ощущение, а как это быть ровным. То есть как мне перенести мою ровность в жизнь. Ну вот как, где поймать вот это вот ощущение, чтобы быть ровным. Как с животом на полу я лежала. Да, потому что нам кажется, что у нас там получается, а у нас не получается. Кстати, можете еще попрактиковать монетки сейчас перекатывать, были ровными. Вы знаете, когда монетки были... А я, кстати, смотрела недавно в интернете. Во-во-во, тоже классная практика. Мы как-то до нее не дошли, но она тоже есть. И, кстати, это очень сложно делать. Особенно если целый ряд монеток, чтобы... Ой, вообще. До конца это... Но зато эффектно, что развлекать мужей детей. Или самой развлекаться. Вот. Так, скажите, пожалуйста, остались ли у вас какие-то насущие вопросы? Хотела еще сказать. Ну, это не вопрос, а просто, я хотела сказать, в тему того, как один из такой сложный момент практически во всех, которые мы делали в практиках, такой, который... Это везде такой сложный момент, да. Это когда неважно, что ты делаешь, дыхание или движение мышцами, вот это равномерно пытаться держать. Вот, допустим, даже вот эта тряска, она постоянно куда-то западает, сбивается, и ритм сбивается все время. И это прям сложно вот в одинаковом ритме вот трястись, даже неважно, медленно ты это делаешь или чуть быстрее, очень сложно. И то же самое с дыханием, когда дышишь, тоже очень сложно его равномерно держать. Оно все время хочет куда-то убежать или ускориться, или ты стараешься его замедлять. И вот это, ну, для меня, по крайней мере, вот это почти во всех упражнениях очень сложно, как бы сказать, ну, выбрать одну какую-то, да, ты медленно делаешь что-то. И вот в одном ритме, в общем, держать, вот, или движение, или дыхание в одном ритме, вот это очень тоже сложно. Вот даже, будьте здоровы. Даже на записи я, когда смотрю потом, да, вот даже когда я пытаюсь делать там, вот, флаттер, к примеру, да, я вижу, что у меня где-то тряска, где-то она медленно. Где-то раз чуть-чуть быстрее проскочила, где-то раз я вообще как-то раз, ну, как заела что-то. Ну, и вот этот момент, что вот именно, ну, как-то наработать, чтобы ты мог в одном ритме держать хоть какое-то время, вот это прямо очень сложно. Вот практически во всех упражнениях, вот неважно, дыхание или мышцы, это ты работаешь. Это прям сложный такой момент. Ну, это самоконтроль, это то, что мы называем самоконтролем. И это уже говорит о чём? То есть, получается, ваш мозг научился подавать своему телу сигнал, делай вот так. И у вас получилась система уже. Ну, то есть, связь настолько налажена, что вы можете сказать, делай вот так. И он такой, хорошо. И тело при этом тоже, и эта связь нигде по дороге не сбивается. А то, знаете, иногда бывает, как этот, кто это, кто это, кто это, это, знаете, что, есть книга такая, «Алмазный ограничек». Я смотрела видео, ну, с вот этим вот мужчиной, он, если я не ошибаюсь, американец, и уехал, у него мама умерла, она заболела раком, и он уехал, значит, к тибетским монахам. И вот он там прожил практически, ну, большую часть своей жизни, доучился до, один из европейцев, один из тех, кто доучился до этого. И вот он говорит, рассказывал очень прикольно, значит, говорит, звонит мне гуру и зовёт к себе. Ну, что значит звонит? У них маленькие монахи, у них же нет там телефонов, ничего, и он говорит, они звывают маленького монаха, и он пока добегает, должен сказать и рассказать. Но, говорит, иногда бывает, что связь сбивается, потому что маленький монах, он где-то там что-то заблудился, где-то там занялся своими делами, переориентировался и, короче, не добежал, поэтому связь прибралась. Вот, а он же должен был туда побежать, доставить, как бы что-то, и обратно ответ принести. И говорит, бывает так, что, ну, не случается. Вот, и есть то же самое, может быть, какой-то импульс вы мозгом подаёте в тело, давай, и как бы и не случается. Оно не хочет слушаться пока что, потому что вот это прям особенно, это когда вот волны с животом, да, учишься, вот как-то она сверху получается проще, чем снизу. А когда снизу её начинаешь, ты вроде головой понимаешь, что я хочу вот так сделать, да, как будто ты понимаешь и импульс посылаешь. А мышцы как будто не слушаются, они раз и куда-то заели, раз и сбились, и они хотят в другую сторону пойти, потому что так проще. И вот это очень тяжело, даже, вот, даже какие-то там сколько-то раз, буквально даже пять раз сложно сделать подряд ровненько. То есть, ну, даже вот, даже раз пять вот сложно реально сделать. Для меня, например, сложно. Но весь танец, вся танцевальная техника на этом строится. Она строится на большом повторении каких-то очень простых вещей. И чем больше вы повторяете, тем больше эти движения становятся уже частью вас. И когда движение становится не вот таким вот, которое зашло просто снаружи и такое, давай делай меня. Вот. А когда оно вошло в вашу мышечную память, в вашу телесную осознанность, оно тогда становится вашим. И через какое-то время вы нарабатываете. Сначала медленно, оно становится быстрее, оно становится осознаннее. Оно входит в ваше тело, и тогда уже будет быстрее. Это мне сразу вспомнилось про мышечную память, вы сказали. Мне сразу вспомнилось просто, это прям аналогия такая. Я когда в школе училась, у нас в 10-11 классе была машинопись. И мы учились не на компьютерах сначала, а в машинках. Да, да. И вот когда нас учили, у нас было слепое письмо, называлось. Да. И вот слепое письмо нас учили как? Мы сначала с открытыми глазами клали в правильную позицию, и один палец, вот за какие он отвечает буквы, и мы его передвигали на эти буквы. Потом закрывали глаза, и опять передвигали этот палец с закрытыми глазами. И так каждый палец. И как наша преподаватель говорила, чтобы мышечная память, вот это, чтобы запомнили пальцы, что они двигаются вот по этой траектории, и вот за эти буквы отвечают. И вот мы с закрытыми глазами прямо их вот так, ну, долго делали, потом с открытыми, и потом уже, когда мы перешли на клавиатуру, уже это было всё легко. И просто я к тому, что вот эта мышечная память, ну, это реально есть и как бы реально работает. Поэтому, да. Ну, вот здесь вот то же самое получается, что самый сложный период – это какое-то время, пока вы научаетесь. Это прям вот должно вот прям время быть, прям наработать это всё. Ну, люди обычно не дают себе времени, потому что хочется жить здесь сейчас, сегодня. И очень сложно даже осмыслить, что себе надо время, и наше тело не такое, что мы открыли. Вот. Поэтому мы, кстати, много, ну, по моему мнению, можно иногда себя развить до очень крутых, в том числе, танцоров. Ну, потому что я танцор, и я же спряжу за людьми, с которыми мы, например, начали развиваться в одно время. Либо, там, например, учим танцы, одинаковое количество времени. Я вижу, с какой скоростью идёт развитие у всех. Иногда вот кажется, что если человек дал себе чуть-чуть больше времени, чуть-чуть больше акцентировался на каких-то мелочах, и их качество не проработал, он бы быстрее вырванул вперёд и вырос. Технически бы просто в развитии. Вот. Поэтому это очень правильное замечание. Наше тело, оно научается, и оно, научая ему, просто нужно время, да. Кстати, у меня тоже, у меня, когда только-только появился компьютер, у меня стояло на нём программы, которые вот это, я помню, вот это вот. Да. Да, классная штука. Прям достальнюю. Да, это такое. Поэтому, нет, а вообще я говорю, вот я даже это сказала в отзыве, мне захотелось это сказать в конце, потому что, правда, есть такая вот история, что вот, ну вот, когда я начала заниматься, прям, я как-то почувствовала вот этот кайф, что не то, что хочется быстрее, чтобы ты раз и умел, а вот какой-то кайф в том, когда ты только учишься, только бах, и что-то получаться, начинать чуть-чуть, немножко, где-то ты начинаешь чувствовать какие-то мышцы, которые ты не чувствовал до этого, да, вообще. Ну, то есть, в этом есть свой кайф какой-то в этом. Да, да, путь, путь, по которому ты идёшь, становится ценнее, чем... Ну, это вот правда, это есть. На самом деле, это тоже определённое осмысление йоговское, когда ты начинаешь уже не стремиться, а ты просто живёшь и в свою жизнь вплетаешь какие-то штуки, от которых кайфуешь. Ну, потому что это часть твоего пути, ты его принимаешь, и по этому пути идёшь. Вот, ну, это очень крутое сознание, это очень крутая вообще, как бы, идея, потому что у меня в начале пути тоже было, я стремилась к каким-то определённым. Но очень ещё важно, кстати, несмотря на то, что мы идём и стараемся, нужно всё равно делать какие-то замеры, потому что иногда ты так идёшь по пути, и он через какое-то время, так как всё обыденно, так как у нас серость за окном, становится сложно идти. Тогда нужны замеры, чтобы они могли тебя всё равно подбодрить и сказать, что твой результат меняется. Несмотря на твой путь, посмотри, что-то изменяется. А то можно, если не делать замеры, будет казаться, что ты не двигаешься, и ты как будто стоишь. Хотя это никогда не правда. Если ты хоть что-то делаешь, ты каждый день делаешь шаг. Просто мы не умеем тоже отслеживать наши результаты, нам кажется, что это само собой разумеющееся. Вот, поэтому важно и отслеживать результаты, и спокойнее идти. Ну, как будет, так и будет. Я принимаю своё время. На сагатах то же самое. Прямо сложно. Вот. Так вот, давайте подойдём к такому самому. Галина, я вас поздравляю. Вот, смотрите, у нас здесь такая система на платформе. Сейчас я попробую её показать. Попробую как бы нибудь это сделать. Сейчас посмотрим, как это делается. Мне зайти, может, туда, нет? Нет, ничего не нужно. Надо? Я сейчас покажу. Вот, смотрите, у нас есть вот такие вот штуки. У нас есть сертификат, это общий сертификат. Не пугайтесь, пожалуйста, вот это вот. Прошла консультацию в студии Пандук по теме. Дело заключается в том, что ещё же дополнительно есть всякие законы про образование. Вот, и так как мы не можем, ну, мы, у нас нет сертификата у нашей студии на то, чтобы мы учили людей. Поэтому мы даём консультацию. В итоге ваш сертификат там через какое-то время придёт вам на почту, и он будет выглядеть вот так, что сертификат подтверждает, что здесь будет ваше имя. Это просто моё, потому что, ну, я сейчас вдвоём. Прошла консультацию в студии Пандук по теме марафон брюшной манипуляции и преподаватель с подписью. Вот такая вот. Я вас награждаю сертификатом за такая доблесть. Вот. Вы прям первый участник, который, ну, в первом потоке, первые участники ещё, Нина, которые прошли, значит, весь этот марафон. С чем я вас сердечно поздравляю. Вы большие молодцы. Потому что всё-таки нужно внутренний какой-то стержень иметь, желать этого. Мне, честно говоря, я так долго этого хотела, что, мне кажется, меня ничто бы не остановило. По сравнению с вами, у меня очень долго был внутренний конфликт, и у меня этот марафон очень долго не складывался. Я никак не могла понять, почему. И я прям сидела, и в день открытия марафона, он был не готов, в день открытия марафона, в ночь, всю ночь, практически, там, до 4, по-моему, часов утра, я записывала последние видео, они были в ужасном качестве, там не хватало света, потому что была глубокая ночь, я не могла громко что-то говорить, потому что все вокруг спали. Вот, и у меня не получалось, у меня постоянно что-то слетало. То слетало видео, то шумы, то шорохи, то, блин, соседи начинают дребезжать, то ничего не видно, то ничего не понятно, то я не могу подобрать слова, то я не могу словами сказать, то у меня практика не получается. Каждая практика лично мной за время съемки марафона была сделана каждая, раз по 150 точно. Вот, потому что снимать это все-таки тоже такое длительное. Ой, это очень тяжело. Вот, и все время такое, и ничего не сказал. Да, да, да. И вот я как-то поймала себя на этом процессе, ну, на протесте, на том, что я не хочу его почему-то делать, не хочу снимать. И мне потребовалось пройти тоже свой какой-то путь внутренний для осознания. Потом я долго сидела, понимала, что в нем не хватает, как его переделать. И, соответственно, довела уже сейчас. Для меня он сейчас идеальный. Возможно, ну, там будут какие-то дополнительные, но это в зависимости тоже от людей. Потому что, например, вы пришли, у вас нижний пресс был функционален. Мы с вами больше акцент сделали на него. И вот если какие-то люди будут приходить с какими-то особенностями, мне тоже придется под них подбирать что-то, что поможет им улучшить свои показатели. А может... Вот у меня сейчас такой вопрос возник. Просто так. Это не то, что вообще. Вот вы говорите, вот у меня нижний пресс, да, к примеру, был. А если, к примеру, какая-то сильная асимметрия тазобедренных костей, это может влиять на вот эту историю или нет? Интересно. Потому что бывает, что у людей вот это выше сильно, да, одна сторона, к примеру. Надо думать, почему. Ну, во-первых, нужно собрать будет анамнез и узнать, почему это с детства, либо ли это приобретенное. Ну, то есть это патологическая какая-то... Просто интересно, мышцы тогда тоже не так, ну, по идее. Ну, если какая-то сторона куда-то, то, соответственно, на одной стороне будет перерастянута. Та сторона, которая будет ниже, она перерастянута. Та сторона, которая выше, она обычно собрана. Ну, или наоборот. В зависимости ещё, как верх с низом сочетается. Ну, то есть, например, если же пошёл низ, мы, у нас всё в организме связано, всё как ниточками. Поэтому, если одна часть ушла, другая её компенсирует, и она, например, ушла в другую сторону. И человек так вес держит. Если, например, здесь подвернулось так, здесь могло сюда чуть-чуть подвернуться. Поэтому нужно будет, конечно, тогда смотреть снимки. Ну, просто есть же такая вот эта история про то, что если какие-то асимметрии, да, к примеру, что те мышцы, которые... Ну, какие-то мышцы, с одной стороны, они более развиты, потому что они всё перетягивают на себя. И вот это, ну, такая сложная тоже история. Мне кажется, вообще вот этот, ну, такой марафон, вот так, что брюшные манипуляции, да, что это такой прям очень специфический. То есть, мне кажется, каждый, даже не войдя в это, понимает, что это заведомо такой большой труд, который не получится. Вот так ты один раз что-то сделал, и всё. Это в этом нет смысла тогда. Да, то есть, если ты в это заходишь, то это уже надо делать вот такая же, иначе нет смысла в этом. И поэтому вот... И ещё никогда нельзя говорить точно про результат. Нельзя, никогда до конца не знаешь, какой человек зашёл. Ну, да. У него в середине, в начале могут вылезти какие-то свои вещи, и поэтому ты не знаешь, какой результат. Даже любой сдвиг, любое смещение, любое улучшение, либо, кстати, и ухудшение тоже, они могут быть показательными на что-то. И на них нужно реагировать. И люди настолько индивидуальные, настолько уникальные, что одному это будет не категорично, а другой может просто разваливаться от этого. У него может быть прям опухать где-то что-то. Ну, ты считай, это мешал? Первая практика, она очень показательная, и я специально начала с активных, резких, достаточных практик. И в сочетании с вакуумом они получились, дали такой очень хороший подготовительный эффект для того, чтобы почувствовать мышцы вообще в брюшной полости. И сразу на этом прям начали отваливаться люди. Почему? Потому что сразу стало понятно, что у тебя с венами, что у тебя с лёгкими, что у тебя вообще с состоянием нервной системы, ну, как бы с головой, ты вообще можешь это вытерпеть или нет. И прям, если честно, мне страшно было, потому что, ну, ты же не знаешь, основная задача очень многих тренеров, ну, вообще должна быть, по моему мнению, не навредить. А ещё вот так вот удалённо, когда я понимаю, если бы я бы видела, я бы сразу там пальцами туткнула, туткнула, сказал, типа, хватит, остановись, тебе больше нельзя. А когда человек на удалении, если я чувствую своё тело, то я не знаю, как вы чувствуете своё тело, и вы можете думать, что с вами всё хорошо, продолжать, а оказывается, что вы что-то неправильно делаете, почему на всех пакетах нужно сдавать домашние задания? Потому что мне страшно, потому что, а вдруг я что-то где-то не подвижу, и человека там, вдруг, ну, опять же, с венами что-то, да, и человек мне не напишет, ничего не скажет, и я этого не вижу. А так я всё время просматриваю видео, говорю, слушайте, вы там странно дышите, а о чём у вас там происходит? Я могу уже как-то узнать, получить обратную связь, чтобы человек не бился головой вот так вот об стену, что типа, вот, не получается, не получается, я хочу, я достигаю, есть же люди-достигаторы, это вообще страшно. Есть такие, да. Вот. И так я могу хоть какой-то контроль иметь, чтобы остановить человека, иногда сказать, хватит, остановись, иди полежи два дня, потом приходи, и мы с тобой подумаем, что я делаю. Вот. Поэтому, да. Ну, для меня это было, я уже сказала, очень прям, ну, мне было интересно, и я, ну, на самом деле, вот это правда, я так как сказала, да, что мне, я сколько выискивала, сколько искала, всегда это какие-то, вот, один какой-то урок, вот, ты вот так встаешь, и ты вот так дышишь, и все. И как бы, и у меня никогда не получалось, вот, все мои поиски, то, что я сама искала какие-то уроки, я ничего не могла, мне не получалось. Ну, я проходила, где-то, несколько, около пяти разных марафонов, у разных людей я проходила, и все они были, ну, как бы обычно брали одну тему только, тема науле, и она в этих, в рамках этих марафонов, либо практик, вот прям усолилась, вот, и короткие техники никогда не приводили меня к результату, ну, то есть, вот, если бы я думала, начинала с нуля, я бы так бы и не поняла, вот, длинные техники, которые, например, тоже пять недель, почему я выбрала пять недель, потому что я по себе поняла, что короткая техника будет нефункциональной, человек только-только начнет себя чувствовать, как уже надо заканчивать, и все, а ты дальше не понимаешь, а какой следующий шаг-то, что дальше делать, и поэтому нужно долго, нужно сначала себя как-то подготовить, настроить, и потом обязательно, вот что в вашем случае было хорошо, что вы сами экспериментировали, вы понимали, например, мне вот это вот не подходит, но я же не знаю, как вам, куда вам надо рожать, я могу говорить, вот я нажимаю, мне норм, может быть, вам там нужно реально в стену, вот в ванной у вас хорошо получалось это делать, ну да, да, варианты, и вы не останавливайтесь, вы пробуйте, вы попробуете, попробую вот это, у меня вообще нифига, я попробую вот это, у меня чего-то, как мы с вами искали, как прижимать в поясницу, куда-то, вот, это же тоже был эксперимент проб и ошибок, который постепенно вот так вот наращивался, потому что не знаешь, а что подойдет, и я, например, когда пробовала лежа, ну, лежа должно было сработать, но в марафоне изначально формулировка сидя, почему, потому что я, ну, до конца не знаю, у каких людей, насколько функциональный, нанен пресс, поэтому формулировка в марафоне сидя, а вот потом мы уже начинаем от сидя отталкиваться, что получается, в какую сторону она работает, и как с этим дальше жить. Ну, я, я хотела сказать просто, что вот эти в интернете, которые все вот эти уроки находишь там, и так далее, они все не работают именно вот из-за этого, из-за того, что это такой индивидуальный прям момент для каждого, у каждого вот эти особенности индивидуальные, и поэтому, а поэтому ничего не получалось у меня, потому что оказалось, что вот у меня нижний пресс там не чувствую, не работает, и так далее, поэтому это такой прям индивидуальный. Ну, потому что онлайн, это же нужно диагностировать, а онлайн вам это никто не диагностировать, потому что онлайн, задача всего онлайна, отгрузить вам какую-то часть нормы, ну, теоретической и практической, и все, вы потом по нему идете, а что у вас там, где, как это работает, и как бы сделать, чтобы заработало, просто обычно формулировка, сделай много раз, и у тебя получится, но не всегда на самом деле получается, ну, да, потому что кому-то надо так сделать, кому-то так, кому-то в какой позе надо делать, ну, да, вот, нет, это очень крутой опыт, что вы попробовали на себе разные варианты, вот, и еще, ну, вообще я вас поздравляю, вашему, вашему вот это вот желание идти до конца, конечно, очень многие могут позавидовать, не у многих хватает терпения, вообще желание, внутреннего стержня, чтобы что-то делать, я когда вхожу в любой марафон, я какой-нибудь там недели пятой уже все, уже, поэтому, ну, это сложная работа, чтобы вот так вот ежедневно, ну, по возможности, конечно, делать такие вещи, вот, я вас сердечно поздравляю, спасибо, обращайте внимание на корпус, постепенно увеличивайте амплитуду, продолжайте практику, и я надеюсь, что вы скачали, там, в пятой неделе, практики, да, скачать, и потом смотреть, чтобы у вас была подсказка, там написано название, и порядок выполнения, чтобы если вдруг вы что-то подзабыли, вот, что-то там, ну, хотите себе напомнить, можно сказать. Можно скажу еще? Я не просто скачала, я сначала такая думаю, все, сейчас все закроется, взяла свой блокнот, сделала, такая думаю, надо себе набросать, если не дай бог, что-то подзабыли, где-то там, сидела, переписывала, ну, как, ну, заметки прям себе, где-то вот так вот, по пунктикам, там, ага, вот это все, все, все записала, и дошла до пятой недели, и смотрю, скачать, и после этого нажимаю искать, я думаю, ну, ладно, зато еще лучше все запомнилось. Ну, так-то, так лучше. Я прям два раза. Ну, это специально такой бонус для тех, кто дошел до конца, чтобы у них были все практики, потому что, ну, у меня есть свои, некоторые определенные видения, нужд человека, и вот все зависит от того, надо тебе это или нет. Очень, вот эта внутренняя мотивация, она очень важна. И вот, когда ты доходишь, а у тебя там уже все лежит, и ты можешь открыть, посмотреть, ну, как бы, ты и так это уже знаешь, но тебе нужна подсказка. А когда ты не знаешь и забыл, как говорила, предпоследовательница в школе, оно тебе и как-то, оно будет пылиться тогда без надобности, а тут оно у вас тогда... Нет, нет, ну, просто есть такой момент, что, ну, невозможно вот все это делать каждый день, это невозможно в нашей жизни, ну, это, ну, как бы, если только ты, у тебя нет семьи, ты ничем не занимаешься вообще, просто сидишь, может быть, только если так, но таких мне нету людей, вот, поэтому ты можешь что-то оттуда берешь, что-то делаешь, что-то ставишь в приоритете, допустим, что вот это я хочу, чтобы было каждый день, там, по столько-то минут, к примеру, а вот к этому я буду приходить, там, раз в неделю, или там, сколько-то раз в неделю, ну, как-то вот так себе, ну, разбросать, чтобы поэтому, но когда это есть наглядно, то легче намного, чем когда ты это из головы вытаскиваешь. Я постаралась все собрать, и это как раз была та презентация, из которой все видео снято, все теоретические части, просто мне не очень понравилось, потому что я, когда снимала, не понимала, где и как будет вот это окошко с моей головой, и часто оно закрывало описание практики, ну, хоть какую-то часть, и мне это не понравилось, я поняла, что людям в любом случае нужно будет потом, чтобы они посмотрели, увидели это полностью, может быть, распечатали, там, все куда-то положили, как-то записали, себе сформулировали, вот, и поэтому сделала вот отдельно. Мы когда учились, нам не давали эти практики, ну, как бы, у вас они собраны и описаны, вот прям последовательно. Нам, это было вот так вот потоком информации, нам давали за день сразу там 20 разных практик, и потом сидели, разбирайся в них, и по ним мы еще делали курсовые работы, во время обучения, вот, нам нужно было сделать свои последовательности, и в течение месяца их отработать, сделать тоже все замеры, и посмотреть, как они повлияли на улучшение качества нашей жизни. Вот, поэтому по себе могу сказать, когда я делала, у меня период, ну, я использовала все те же практики, я не брала. Есть там еще разные практики, когда жарко, когда холодно, но я считаю не такими действенными, а вот эти вот, которые я дала, это основной костяк, таких прям важных, главных, развивающих практик. Они, правда, сложные, но тем не менее, если ты правда делаешь, то ты приходишь к этому. Вот, есть другие, но они там, они такие, как сказать, по мне, двусмысленные немножко, хотя, может быть, я их просто не прощелкала до конца, вот, ну, ничего, если что, потом сделаю отдельно что-нибудь, по вдыханию, дышать будем месяц. Вот, и у меня увеличилась задержка на выдохе и вдохе, у меня сейчас задержка, ну, примерно обе, где-то по полторы минуты, и одно дыхание у меня тоже где-то, вот целое, если брать дыхание, у меня тоже примерно около, там, чуть больше минуты пока, потому что, из-за постоянной вот этой вот штуки, природы погоды, я прям в этом сезоне, это уже вторая болезнь, и мне некомфортно, ужасно. Вот, пойду сейчас дышать. Вот, я, кстати, сейчас делаю промывание носа, я с утра встала, специально пораньше, сделала, это же часть очистительной практики, мы сейчас должны помыть носик, потереть его, подышать всякие вот эти вот, мы делали вот с вами, вот эти, сейчас, как мы делаем, вот, вот эти мы с вами не делали, вот эти практики, вот эта практика. А, когда ноздрю закрывают, да? Да, вот эти вот тоже хорошие практики, вот это тоже прикольные, но, соусом, в общем. Все равно хочу сказать, тоже и так напрямую, так сказать, большое спасибо, потому что, правда, мне очень понравилось, очень было интересно, и вообще для меня очень полезно, потому что, для меня это прям был, прогресс, прогресс, что нижний пресс я начала чувствовать, потому что я вообще не понимала, просто как это, вообще не понимала, как ему возможно двигать, просто. А сейчас я уже, ну, поймала себя на том, что я могу там, гуляю с ребенком, сейчас же все в куртках, в таких дутых пуховиках, и я стою в пальто зимнему, да, в куртке, и я стою, он пока там играет, и я это самое, стою и двигаю животом, потому что, ну, я уже поняла, как это, я думаю, что стою просто так, двигаю-ка я животом. Многие, да, вот сейчас такой период, когда многие были дэнсеры, вам тоже посоветуют, она не видит никто, очень удобно практиковать, потому что это нужно просто внедрять в свое тело, вот, хорошая, да, практика, вы прям молодец. Да, потому что, думаю, по-моему, мне очень приятно, я принимаю ваше социальное поглаживание, мне от этого с вами, очень хочется быть полезным, любому преподавателю, который что бы ни делал, потому что мы же учимся, и мы потом хотим нести знания, нам очень важно быть полезным, и приносить реально какую-то физическую пользу, это доставляет, ну, определенный тоже кайф, вот, потому что смог ты подобрать вот этот ключик к человеку, или не смог, ну, и ты тогда понимаешь, тебе нужно дальше идти там где-то развиваться, или ты уже достиг того пласта, когда ты можешь это прочувствовать, даже на отдалении, вот, поэтому спасибо вам огромное, мне правда очень приятно, главное, главное что, главное, чтобы все были живы, здоровы, и все у всех было хорошо, и мы потихонечку своими, шагами развивались, наслаждались процессом. Ладно, спасибо. Да, вам спасибо. Так, ну, мы с вами тогда заканчиваем, да, вот, я была, сейчас я остановлю.